Меркель едет к Путину. Запад боится, что Кремль займет сторону Ирана. Политика 10 января 15.15. Меркель едет к Путину. Запад боится, что Кремль займет сторону Ирана. Русские в Германии о встрече лидеров двух стран. Сергей Дебрир. Комментариев просмотров 5110. На фото, канцлер Германии Ангела Меркель. Фото, Михаил Джапаридзе, ТАСС. В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина посетит с рабочим визитом Москву. В этой поездке канцлера сопровождает глава МИД ФРГ Хайка МААС. Как сообщается, в ходе переговоров стороны намерены обсудить ряд важнейших международных тем, включая ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, вызванную американской бомбардировкой аэропорта Багдада 3 января, в результате которой был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Что Меркель и МААС задумали для встречи в Кремле? Таким вопросом накануне визита Меркель в Москву задался немецкий таблоид «Байлд». Но вместо ясного ответа сначала напомнил своей без малого 10-миллионной читательской аудитории о правильной с точки зрения германского официоза трактовки текущих мировых событий, а затем как от собственного имени, так и от лица опрошенных корреспондентами. Байлд. Политиков правящей коалиции христианских демократов, ХДС, и соцдемов, СДПЭГ, высказал на путствие канцелеру. Встреча, заявленная как рабочий визит, изначально должна была быть посвящена конфликту на Украине и кризису в Ливии, писал Байлд. Однако в связи с убийством США иранского генерала Сулеймани визит в Москву приобретает абсолютно новую взрывную силу. По всему миру велик страх перед местью режима МУ. И по мнению вице-президента Бумдистага Томаса Эпермана, СДПЭГ, это идеальный момент, чтобы поговорить с Путиным. Газпереворот в Сухуми, Абхазии упорно отрывают от Кремля, чем закончится волнение в стране души и откуда ветер дует с призывом свержения власти, понятно многим. «Проблема миссии Меркель и Муаса состоит в том, что в прошлые годы Путин делает все возможное для того, чтобы разжигать и использовать в своих интересах конфликты между США и Ближним Востоком», продолжал Байлд. Путин помогал Ирану в развитии его ядерной и ракетной программ, угрожающих Европе и Америке. Он вооружает террористические группировки такие, как Хизбаллан, в борьбе против США, Израиля и Саудовской Аравии. Он направляет в Сирии боевые самолеты на противников диктатора Асада, убил тысячи людей. Запад боится, что теперь Россия может извлечь выгоду и из гнева в Ираке, который был вызван смертью генерала-террориста Сулеймани, и увеличить свое влияние в Багдаде. Надежду дает он, что, наряду с конфликтом на Украине и бомбардировкой в Сирии, расходы, минимум 1 миллиард долларов в год, Москва едва ли сможет позволить себе третий театр боевых действий. Поэтому Меркель и Муаз надеются на понимание шефа Кремля. Депутат Европарламента Элмар Брок, ХДС, писал далее таблоид, потребовал, в военном смысле Москву необходимо держать в стороне от этого конфликта. Тогда Иран не осмелится продолжать обострять ситуацию в Ираке. Никто в том числе и Москва не может сегодня быть заинтересованным в том, чтобы в Ираке началось прямое противостояние между Россией и США. А председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рютген, ХДС, напомнил, что Путин имеет влияние на руководство Тегерана. Россию необходимо склонить к содействию в оказании влияния на Тегеран с тем, чтобы не предпринималось дальнейших шагов, обостряющих ситуацию. Россию необходимо привлечь в качестве регулирующей силы на Ближнем Востоке, после того, как она стала там силой. Нет сомнений, что это также и долгосрочный интерес Москвы. Свои чаяния в почти 3-миллионной русскоязычной диаспоре Германии. Состоит она из огромного числа самодеятельных организаций, занимающихся сохранением и развитием русской культуры и русского языка на территории ФРГ. Это землячество, культурные и образовательные центры, православные общины, детские сады и русские школы выходного дня, театры, ансамбли и библиотеки, имеющиеся чуть ли не в каждом немецком городе. С вопросом чего ожидают в русскоязычной диаспоре Германии от предстоящей встречи канцлера Мерке с президентом Путиным. Я обратился к двум своим давним знакомым, президенту Мюнхенского центра русской культуры МИР Татьяне Евгеньевне Лукиной и известной в Германии русской писательнице Татьяне Васильевне Куштевской. Но прежде чем перейти к их ответам, немного расскажу о них самих. Выпускница журфака Ленинградского госуниверситета Татьяна Лукина живет в Германии с 1978 года. Прошла полный курс обучения на факультете театроведения Мюнхенского университета им. Людвига Максимилиана, магистр философских наук. В 1985 году, впервые в тогдашней ФРГ, организовала в Мюнхене фестиваль русской поэзии, на ура прошедший в помещении крупнейшего в Европе культурного центра Гастайк. За ним последовали ежегодные фестивали Дней русского театра. В 1990 году организовала выставку художников Москвы, открытие которой транслировалось по второму каналу немецкого ТВ. А осенью 1991 года основала Центр русской культуры «МИРЬ», большинство членов которого коренные немцы и родившиеся на Западе дети русских эмигрантов первой волны. Результатом своей почти 30-летней деятельности Мюнхенский МИР может и должен гордиться. Ведь это не только проведение фестивалей, организация выступлений филармонических, фольклорных, камерных и танцевальных коллективов, постановка спектаклей по произведениям русской мировой классики, организация выставок художников и встреч с литераторами из России, а также с авторами, живущими в Германии, Франции, Израиле, США и других странах. Это и благотворительные акции, в числе которых помощь армянским детям, пострадавшим от спитакского землетрясения 1988 года, помощь ветеранам сцены московских и питерских театров, а также детским домам Ленинградской области. Велика заслуга МИР и в увековечении памяти выдающихся деятелей русской культуры, живших и творивших в Баварии. Радениями МИРа В 1999 году в Мюнхене была установлена мемориальная доска Ф. И. Тючеву, а в 2003-м открыт памятник этому великому русскому поэту и дипломату. По ходатайству МИР одной из улиц Мюнхена присвоено имя русской художницы Марианы Веревкиной из творческого объединения «Голубой всадник», созданного в начало ХХ века в Германии. А в 2004-м установили памятную доску на доме, где жил российско-немецкий философ, историк и писатель Федор Степун. Занимается МИР издательской и исследовательской деятельностью. Более 20 лет он выпускает двуязычные, красочно иллюстрированные календари, посвященные памятным датам русской истории и культуры, а также книги, рассказывающие о русских следах в Баварии. Послание Путина Страна ждет перемен, а дождется репрессий. В преддверии транзита режим станет еще более демагогичным и жестким. За свою подвижническую деятельность Татьяна Евгеньевна Лукина награждена медалью и Тючево правительства Брянской области, юбилейной медалью правительства Москвы, медалью Пушкина, как отмечено в свидетельстве о награждении, за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества в области культуры между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия. Ей присвоено звание почетный работник культуры города Москвы. В 2011 году за личный вклад в развитие Германа российских культурных связей она была награждена немецким орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германии с бантом, а в 2019-м за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, нации и народности Российским Орденом Дружбы. На фото Татьяна Лукина при награждении Орденом Дружбы. 2019 год. Фото предоставлено автором. А 28 января уже наступившего года в Мюнхенской ратуши Татьяне Евгеньевне Лукиной за особые заслуги перед Мюнхеном будет вручена высшая награда столицы Баварии медаль. Мюнхен Луктет. Мюнхен сияет, в серебре, с 1961 года, когда была учреждена эта медаль, ее вручали многим. Но Лукина стала первой русской, кого власти столицы самой консервативной германской федеральной земли отметили этой наградой. И вот, как Татьяна Евгеньевна ответила немой вопрос о том, чего она ждет от предстоящей встречи канцлера Меркель с президентом России. Я жду, во-первых, хоть какой-то разрядки международной обстановки. Во-вторых, я жду гибкости со стороны Меркель, а значит и всего Евросоюза, в вопросе санкций против России. Ведь немецкий лидер будет просить у российского лидера, чтобы он надавил на своих иранских партнеров и те как-то смирились с убийством своего национального героя. Прямое противостояние, то есть война, никому не выгодна, особенно Трампу. Ведь он, восходя на престол, заявлял, что отзовет домой все американские войска, где бы они ни находились в мире. America First был его предвыборный слоган, и ему он хотел бы следовать и далее, чтобы в канун новых выборов в США не разочаровывать своих избирателей. Европа уже давно ничего самостоятельно не решает, поэтому поездка госпожи Меркель в Москву в первых числах 2020 года, хоть и своеобразный вызов Вашингтону, но все же более походит на бурю в стакане воды. 20-летие пути на Мике. России нужен настройщик пианино, а не сторожевой пес или лесоруб. Но надежда то, при транзите власти придет такой человек, нет никаких. О российской забюрократизованности «Я и сам несколько лет назад писал ряд статей», тогда появился реальнейший шанс организовать в Гамбурге общеобразовательную русско-немецкую школу. Городские власти давали все школьное здание, мебель и оборудование, преподавательский и вспомогательный персонал. С российской стороны требовалось два, прописью две, ставки учителей русского языка. Отказали все, генконсул РФ в Гамбурге отфутболил к представителю рассотрудничества в Берлине, те к фонду «Русский мир», а там тогдашняя зампред Татьяна Бокова заявила, что по своему уставу, фонд не может выделить средства на зарплату, может только предоставить разовый грант. В итоге на сегодняшний день немецко-испанская школа в Гамбурге есть, немецко-итальянская есть, немецко-португальская тоже есть, немецко-турецких аж две, при том, что турок в городе меньше, чем русскоязычных, а русско-немецкой школы нет и по сей день. В декабре 2019 года депутаты фракции Ливы в Бундестаге направили федеральному правительству Германии запрос с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в ФРГ, как подчеркивается в документе, уделяется слишком мало внимания. Авторы запроса хотят выяснить, что думают в правительстве об изучении русского языка в самом широком смысле на уровне школьного образования всеми желающими есть ли повестка по освоению русского языка как иностранного, чтобы достигнуть взаимопонимания между народами, а также вывести сотрудничество с Россией на новый уровень. Медведев предупредил ведомство, на Ближнем Востоке стреляют, премьер поручил оценить безопасность туризма и полетов на фоне американо-иранского кризиса. Татьяна Куштевская автор более 20 книг, в числе которых «Мое сибирское лоскутное одеяло». Документальный роман, поэзия русской кухни. Кулинарные экскурсии по русской литературе, здесь лежит друг Пушкин. Прогулки по русским кладбищам, сибирское путешествие по реке Лена. История истории вдоль большой сибирской реки, поцелуи по-русски. Алфавит, история истории вокруг озера Байкал, любовь, власть, страсть. Знаменитые русские женщины, «Россиянки без России». Знаменитые русские женщины в 18 портретах. Сначала была женщина. Жены русских гениев ИДР. Многие из этих изданий замечательно проиллюстрированы дочерью Татьяны Васильевны Московской театральной художницы Яниной Куштевской. На фото, Татьяна Куштевская, фото, предоставлено автором, я не преувеличиваю, называя Татьяну Васильевну известной в Германии русской писательницей. Все свои книги она написала и пишет на немецком языке, в том числе и по этой причине ее с удовольствием издают немецкие издательства. Восток, в Берлине и Крюпелу, в Дюссельдорфе. И во всех своих книгах она рассказывает немецкому читателю о горячо любимой ею России. В биографической серии ее героинями стали выдающиеся русские женщины всех времен. В кулинарной она на лучших образчиках русской литературы раскрыла душу русской кухни. В географической рассказала о неповторимых красотах в Сибири, где ей довелось жить и работать. Вот и разлетаются ее книги, как у нас говорилось, оке горячие пирожки. И это еще одна причина, почему ее с удовольствием издают немецкие издательства. В декабре 2019 года в свет вышла очередная книга Татьяны Васильевны «Кухня российских царей». Кулинарные изыски придворной кухни от Петра Ай до Николая с экскурсией на кремлевскую кухню. Где уж и как Куштевская раздобыла эти рецепты отдельная восхитительная история, в сравнении с которой блекнут розыски фандарина. Скажу лишь, что некоторые из описанных ею рецептов восходят к кухне знаменитого на весь мир Мария Антуана Карима короля поваров и повара королей, служившего у князя Толерана и барона Ротшильда, английского короля Георга Фуо и российского императора Александра Ай. Презентация книги состоялась в столице Австрии и Вени, в рамках проходившей там книжной ярмарки Баккутия, собравшей более 110 издателей из Австрии, Германии и Швейцарии. К этим немецко-язычным странам следует добавить и приграничные регионы Италии, где тоже в ходу немецкие, что дает представление об ареале распространения книг Куштевской. Власть в тупике народ не простил Медведеву и Путину пенсионную реформу За год в обществе сложился мощный антиправительственный консенсус против повышения пенсионного возраста. К сказанным австрийцам, добавлю, мне доподлинно известны случаи, когда коренные немцы, прочитав книги Куштевской, отправлялись в туристические фирмы и заказывали себе туры по описанным ею местам. Так было после выхода ее сибирского путешествия по реке Лена, так было после выхода истории и истории вокруг озера Байкал. И это дает мне основания считать, что одна Татьяна Васильевна Куштевская делает во славу России, ей Богу, не меньше, чем рассотрудничество с фондом Русский мир вместе взятые. Но возвращаюсь к своему вопросу Татьяне Васильевне. Ответила на него она так. Совершая сейчас свой первый в 2020 году зарубежный визит, канцлер Меркель как лидер Евросоюза едет именно в Москву, тем самым подчеркивая, насколько Россия как партнер важна и для Германии, и для ЕС. Американцы, разбомбив иранского генерала, углубили конфронтацию на всем Ближнем Востоке. Ведь там не только Иран, там еще Сирия, Ирак, Ливия. Меркель прекрасно понимает, что Россия, будучи союзником Ирана, способна гораздо больше повлиять на ситуацию, чем любые другие страны. Мне уже поздно становиться пессимистом, я жду позитива от встречи Меркель с Путиным. Понимаю, что это звучит идеалистически, но тоску по миру я испытываю мучительнейшую. Ну невозможно все время говорить о стратегиях взаимного истребления. Нужен откровенный деловой разговор. Думаю, Меркель хочет его начать. От взаимного непонимания все уже устали. Хватит, нужен прорыв. О желании наладить диалог с Россией мечтают и 66% немцев об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце декабря ушедшего года американским исследовательским центром. И этот расклад до того разъярил Шпрингеровскую Дайвелд, что желание немцев выстраивать отношения с Россией, а не с США, ее колумнист Джак Шустер назвал опасной иллюзией. Как писал далее Шустер, респондентов не смущает автократическая манера поведения президента Путина и что Москва первой после окончания Второй мировой войны изменила насильственным путем границы в Европе, захватив Крым и развязав войну на востоке Украины. Поэтому, назидает он, с такой Россией нельзя заключать союзы, и удивляется, что, несмотря на 70 лет влияния Запада, немцы все еще проявляют нерешительность, тогда как необходимо поддержать своих давних партнеров, то есть США. Но есть еще в современной Германии объективные СМИ. На следующий день после публикации Шустера ему дала достойную отповедь газета «Для Шустера факты излишни», писал колумнист Арнольд Шольцель. Первым насильственным изменением границы в Европе после 1945 года стало отделение Косово от Сербии в результате войны НАТО в 1999 году. Протекторат ЕС, в котором сегодня размещаются немецкие солдаты, даже не признан всеми государствами-членами из-за его незаконного статуса. Война на востоке Украины сместила границы. Даже Вашингтон, Берлин, Париж и их марионетки в Киеве не утверждают этого, хотя все они готовы к любому антироссийскому мошенничеству. Германия Новости мира, бывший посол США на Украине, американцы учатся у украинцев в войне с Россией. Война